АТО ПАРТС Физкульт, привет! Как часто, друзья, мы с вами слышали такую фразу Чем проще, тем лучше Слышали, слышим и будем слышать Но почему-то не используем это В принципе, вообще везде в жизни Это действительно универсальная формула И если мы будем применительно к тренировкам, питанию это говорить А сегодня мы с вами будем говорить только о тренинге То тогда мы с вами будем не только прогрессировать, но и сохранять и улучшать наше здоровье На самом деле, все очень просто Извините за тавтологию Пролистывая в очередной раз инстаграм Смотря некоторых блогеров на ютуб И я, и вы замечаем часто Всевозможное разнообразие упражнений Настолько люди заморачиваются Что иногда становится уже даже не смешно Зачастую все это, конечно, смешно и печально К примеру Возьмем выпады Все мы знаем и любим это упражнение Сколько различных вариантов выпадов можно перечислить? Не хватит пальцев на руках и на ногах Наверное, даже ни у одного человека есть Но Давайте порассуждаем Когда вы делаете обычные выпады Со штандой Или в компляжах Вы действительно Выполняете полезное упражнение В котором можете хорошо контролировать положение тела Контролировать, надеюсь, технику И при этом получать максимальную пользу Потому что используем максимально возможный вес Для данного движения Но Посмотрите, сколько придумали сейчас Различных вариантов этих выпадов Самые страшные, конечно же Выпады Скрестные в стороны Нет, друзья Я не говорю Когда мы с вами работаем просто собственным телом Дома или в спортзале Проводя Так называемые функциональные тренировки Хотя вы знаете Таких тренировок не существует Потому что У нас есть пять качеств Которые тренируются все совершенно по-разному И с этой точки зрения Как бы общего функционала не существует Он складывается только Из общей картины Когда мы с вами тренируем Все эти пять различных качеств Наверняка Ваш инструктор это знает Я надеюсь, что он должен это знать Какие это качества Это сила Скорость Выносливость Координация И гибкость Ясно, да? Что все эти качества Невозможно тренировать Одинаково Так вот Зачем Делать Опаснейшее упражнение С которым Вы не сможете работать С тем же весом Как если будете работать При нормальной технике Если Повышается Многозначительно Риск получения травм Возьмем, к примеру То же самое Тупейшее упражнение Гильотина Для чего Его делать? Ясное дело Что все фитнес-гуры Современные Гуру Пытаются нам Это Навязать Но делают они Это Почему? Я думаю Те, кто смотрит И слушает меня И читает регулярно Знает Почему Все очень просто Опять же По этой схеме действуем Чем проще Чем лучше Что самое простое Здесь Какое объяснение? Самое простое Объяснение Это То, что Фитнес Давно Стал Бизнесом Никого не интересуют Ваши цели Задачи И вообще Ваши желания Всех интересует Только задача Получения Денег И естественно Фитнес-индустрия Засирая мозги людям В том числе И инструкторам И ставя инструктора В такое положение Что необходимо Реально бороться За клиента Вынуждает И сам Человек Инструктор Вынужден Идти По простому пути А какой простой путь? Придумывать Всевозможные Различные упражнения Вариации И выдавая их За Самые Новейшие Разработки За какие-то Необходимые Внесения Изменений В программу Якобы Меняется Воздействие На мышцу Все это чушь Друзья Меняется воздействие Только на Биомеханику И на наш Сустав Тот или иной В зависимости от которого Упражнения Мы делаем Если вы Делаете гильотину Вы 100% Травмируете И убиваете Ротаторную манжету Плеча А плечевой сустав Самый подвижный И поэтому Самый Легко травмируемый Легкое Движение Несоответствующее С вашей Биомеханикой Приводит К растяжению Перерастяжению Разрыву Ротаторной манжеты А это Жопа Друзья Которая Ставит крест Вообще Реально На серьезном Тренинге Вообще Просто Будете жить С болью Поверьте Я знаю Что это Такое У меня Травмированы Оба Лечевых Сустава Но Сразу Говорю Для Хейтеров И троллей Что это Не из-за Тренинга Именно Связанного С железом Я учился В спецклассе По футболу Был Вратарем Постоянно Прыгал Постоянно Падал На левое На правое Плечо Как минимум По сто раз На каждое Плечо За тренировку И так Десять лет Можете себе Представить А в принципе Любое Даже Одноразовое Неудачное Падение Вызывает Проблемы В ротаторной Манжете И Когда я Вам говорю Об этом Я не Стараюсь Вас Убедить В чем-то Друзья Я вызываю Взываю К вашей логике Вашему Здравому Смыслу Чувству Самосохранения В конце концов Вы ведь Приходите В зал Для того Чтобы Улучшаться Не важно Мы говорим Сейчас О росте Мышц Или О росте Силовых Показателей Я не говорю О том Что Эти упражнения Не воздействуют На мышцы Нет Друзья Я говорю О том Что На мышцы Если Делать К примеру Тот же Жим Лежа А не Гильотину Гораздо Эффективнее Потому что Вы будете Работать С большим Весом В удобной Для вас Амплитуде И вам Гораздо Легче Будет Сконцентрироваться На работе Мышц Если Мы говорим О выпадах То Лучше Всего Естественно Делать Их Со штангой На месте Или В ходьбе По прямой Не нужно Делать С крестных Выпадов Это не даст Никакого Преимущества Для мышц Но С гарантией Будет Расшатывать Ваш Иисус Вам это Нужно Вообще В принципе Для чего Это нужно Все Очень Просто Чем Ближе К Движениям Которые Мы с вами Совершаем В жизни Тем Лучше Лучше В плане Сохранения Здоровья К примеру Многие Начинают Выполнять Тяги Широким Хватом Для Широчайших Мышц Спины Якобы Это будет По-другому Воздействовать На широчайшую Да Это будет По-другому Воздействовать На широчайшую Мышцу Но Как Будет Снимать С нее Нагрузку Почему Потому Что Еще Дорин Яс Говорил Что Узкий Хват Помогает Позволяет Широчайшие Мышцы Проявить Себя На полную Катушку То есть При узком Хвате Широчайшая Мышца Будет Показывать Максимальный Результат Силовой А с чем Большим Весом Вы работаете Тем Лучше Качественнее Прорабатываются Мышцы Я думаю Это понятно И ежику Да Если вы К примеру Можете Сделать В тяге Штангу В наклоне На 12 раз С 60 Килограммами Или со 150 На одно И то же Количество Повторений Я думаю Не нужно Объяснять И ни у кого Не вызывает Сомнений Что Когда Больше Вес Будет Соответственно И отдача Больше И так Друзья Во всем Не нужно Изобретать Колесо Тем более Когда вы Изобретаете Квадратное Колесо Для чего Не слушайте Если ваш Инструктор Впаривает Вам Необходимость Каждодневного Там Или еженедельного Изменения Тренировочного Графика Не связанного С Различием Типа Мышечных Волокон Либо С изменением Тренировки На Те 5 Качеств Которые Я Объяснил А только Объясняю Это тем Что Так Лучше Для мышц Так Нужно То Это Он Вас Просто Пытается Подсадить На Иглу Персональных Тренировок Чтобы Вы Не могли Просто Жить Без Персонального Тренера Ведь Приходя В зал И Каждый раз Нужно делать Что-то Новое Блин Это же Нужно Думать Нужно Изобретать А мы Работаем Мы Учимся В конце Концов Нам Просто Неохота А здесь Тебе Пожалуйста На Чистом Листе По Телефону Или Даже Просто В устной Форме Говорят Что И Как Делать Удобно Удобно Друзья Но Беспонтово Бесполезно И Глупо Не Поддавайтесь На Такие Разводы Настолько Все Элементарно И Просто Если Вы Изучите Хоть Немножечко Спортивную Анатомию Вы Поймете Что Самые Лучшие Упражнения Те Которые Выполняются В базе Со Свободными Весами Со Штангой Или С Гантелями К Примеру Квадрицепс Да Друзья Это Четыре Мышечные Головки Но Все Они Все Четыре Головки Работают Всегда Какое Упражнение Вы Не Делали Невозможно Как То Каким То Изолированным Упражнением Или Поворотом Носков Вовнутрь Или Наружу Воздействовать На Или Чтоб Три Работали Один Не Работал Это Невозможно С точки Зрения Анатомии Поэтому Логически Получается Да Что Любое Упражнение На Квадрицепсе Будет Воздействовать Целиком И полностью На наш Квадрицепс Поэтому Нужно Приседать Приседание Лучшее Упражнение Вообще Для Всего Для Здоровления Для Того Чтобы Позвоночник Был Здоровым Для Лечения Позвоночника Для Того Чтобы Росла Общая Мышечная Масса Для Похудения Для Жиросжига Роста Силы Для Роста Массы Одно Упражнение На Квадрицепс В принципе Достаточно То же Самое Друзья С Бицепсом Бедра И С Голенью Достаточно Одного Упражнения Почему Так Происходит Да Потому Что У Квадрицепса Все Четыре Пучка Сходятся В одно Сухожилие Общее То же самое У бицепса Бедра У Икроножной Мышцы И Камбаловидной Мышцы Всегда Работают Все мышцы Целиком И Полностью То же Самое Друзья У бицепса И у Трицепса Другое Дело У Дельт И у Грудных Люд Всем Трем Пучкам Дельт Необходимо Отдельное Упражнение И здесь Тоже Все Очень Легко Объясняется Направление Мышечных волокон Разное И чтобы Задействовать Тот или иной Пучок Верх Движения Того или иного Упражнения Должен Совпадать С Направлением Волокон Мышечного Пучка Это все Это все Легко И просто Объяснить И понять Грудная Мышца Тоже Самое Достаточно Два Упражнения Несмотря На то Что есть Грубо говоря Направление Верхних Волокон Грудных Мышц Средний И нижний Верхний Да Но средний И нижний Всегда Когда вы Работаете На какое Из этих Упражнений Включает Эти два Пучка Потому что В принципе Направление Волокон Совпадает Что еще Осталось Остались Еще Трапеции Там Отдельная История В принципе Трапеции Хорошо Прокачиваются При тягах Становых При При Тягах Штанги В наклоне А когда Вы Хотите Поработать На широчайшие Здесь Тоже достаточного Упражнения Невозможно Воздействовать Именно На широчайшую С точки зрения Только ее Расширения Или Утолщения Нет Тренировок На толщину И На ширину Широчайшие Мышцы Она Всегда И утолщается И Расширяется От любого Упражнения Причем Сверху Донизу И С Наружи Вовнутрь Изнутри Наружу Точно Так же Как нельзя Воздействовать На бицепс На какой-то Из отдельных Бучков Или Какую-то Отдельную Часть Мышцы Так что Друзья Упрощайте Подход К тренингу Смотрите На все Через Призму Функциональности Что такое Функциональность Друзья Ну вообще Слово такое Все используют Но никто не может Толком понять Вообще Спросите Себя Что такое Функциональность Спросите Вашего Тренера Что такое Функциональность Да Любое Движение У мышц Есть функция У бицепса Сгибать руку Вот все Что будет Связано Со сгибанием Будет С точки зрения Тренированности Для бицепса Функциональным Движением Понимаете Насколько Тупо Все Насколько Все Запутано И Это Целенаправленно Все Делается Только Для того Еще раз Повторяю Чтобы Раскручивать Вас На эти Бабки Забивать Вам Максимально Голову Чтобы Вы Сами Не могли Разобраться Кстати Можете Считать Как Рекламу Но Здесь Я Вставлю Вставочку Что Я Как Раз Именно Для Этого Выпустил Две Книги Которые Вы Можете Купить Через Меня Одна Для Парней Отдельно Другая Отдельно Для Девчонок Обязательно Приобретайте Особенно Если Вы Взяли На себя Смелость Ответственность Тренировать Других Людей Да И Просто Если Тренируетесь Для Себя В Этой Книге Я Настолько Просто Объясняю Почему Что Как Зачем Когда Делать И С точки Зрения Тренинга Питания Восстановления Что Она Станет Для Вас Просто Настольной Библией Не побоюсь Этого Слова Уже Очень Много Людей Приобрело Ее Можете Почитать Отзывы И Это Действительно Квинтэнсенция Всех Моих Практических Наработок И Теоретических Знаний Очень Много Информации Которую Вы Просто Нигде Не Встретите Больше Вообще Нигде Это Я Вам Тоже Гарантирую Есть Исключительно Только Мои Мысли Есть Важная Информация Которая Почему-то Нигде Не Встречается Она Очень Важная Которую Я Почеркнул Из Учебников Спортивной Анатомии В своих Статьях Видео Я Об этом Тоже Рассказываю Но Книга Это Все В одном Месте Все Ответы На Тренироваться Все Пошагово Расписано Нигде Больше Вы Такого Не Найдете И С точки Зрения Простоты Поверьте Можно Выполнять Всего Четыре Упражнения Причем Два В одну Тренировку Два В другую Основных И Прогрессировать Выглядеть Лучше Быть Сильнее Быть Сексуальнее Красивее Если Мы Говорим О девушках Чем Те Кто Делает Всякую Хрень На Принципе Виноваты Только Потому Что Не Углубляемся В Это А Доверяем Людям Ведь Когда Мы Приходим К Доктору Мы Не Изучаем Сами Какие Серьезные Медицинские Материалы Для Того Чтобы Разбираться Нет Я знаю Многие Так Делают Но Вы Идете К Примеру Лечить Уши Или На Операцию Вы Доверяете Доктору Вы Доверяете Своих Детей В Школах Точно Так Ж Мы Доверяем Стоматологам И Приходя В Тренажерный Зал Фитнес Центр Естественно Это Нормально Мы Доверяем Человеку Который Там Работает Но Поверьте Мне Человеку Который Открыл Семь Клубов Что В Залах Работают Люди Которые Зачастую Вообще Нихрена Не Знаю Ну Ничего Не Знаю То Советов Просто Сердце Обливается Кровью Друзья Поэтому Я И веду Этот канал Писал Книги И Стараюсь Отвечать Максимально Четко И подробно На все Ваши Вопросы И Комментарии Потому Что Я хочу Чтобы Вы Понимали Что Зачем Когда И Как Делать Потому Что Можно Дать Человеку Рыбу Он Один Раз Поест А Можно Дать Человеку Удочку И Он Обеспечит Себя Едой На Всю Понятное Дело Такая Условная Аналогия Ну Думаю Вы Понимаете Мне Интересно Чтобы Вы Понимали Чтобы Вы Знали Где Вас Нас С вами Пытаются Наедать А Где Мы Можем И Должны Разбираться Вот Почему Очень Важно Изучать Такие Материалы Потому Что Ни Один Инструктор Ну Ни Один Неправда Конечно Есть Люди Которые Грамотные Которые Образованные Да Взять К примеру Лисукова Человек Я Когда Слушаю Его Редкие Ролики Связанные С тренингом Или Еще С чем То Это Очень Интересно Видно Что Человек Многое Знает Человек Глубоко Изучает И Физиологию И Биомеханику И Биохимию Даже Я думаю Но 99% Людей Работающих Фитнес Зала Это Люди Получившие Корочки Корочки На то И Обучали Их Тому Как Грамотно Выбивать Из Нас Бабло Друзья Давайте Выбивать Из Своих Голов Дурь Ту Дурь Которая Фитнес Вот Это Бизнес Гнилая Индустрия Туда Положила Мои Обе Книги Помогут Вам В этом Надеюсь Вам Интересно Слушать Смотреть Мои Ролики Читать Мои Статьи Если Это Так То Лучшая Благодарность Для Меня Это Лайк Или Дизлайк Обязательно Комментарий И Делитесь С моими Роликами И статьями В своих Соцсетях Спасибо Друзья Потому Что Именно Вы Помогаете И мне Развиваться И Развиваться Каналу Так Что Увидимся Как всегда В тренажерном Зале Всем Пока Всем Привет Меня зовут Виталий Потеев Всем Подписчикам Канала Heavy Metal Большой Респект Отдельно Георгию За Его Те Видео Которые Он Выпускает Я смотрю Это Что Очень Прогрессивно И идет Большой Объем Информации В котором Просто Можно Заблудиться Может Найти Все Ответы На Ваши Вопрос Скажу Вот Что У меня Появился Свой Канал Который Можете Тоже Найти На Ютубе И У Меня Уже Есть Первое Видео Которое Я Снял Совершенно Недавно И Тоже Смонтировал Специально Для Вас Подписывайтесь Меня Звук Виталий Фатеев Я Профессионал IPB Занимаюсь Бодибюлдингом И Что Желаю Вам Прогресса Новых Результатов Спорте Продолжение следует... Продолжение следует...